добрый день друзья я вновь приветствую вас у себя на канале это m&g мы тут смотрим инди шедевры и сегодня у нас на разборе punch club 2 очень классная айдолия игра от студии лази bear games кто не в курсе это русские разработчики которые специализируются на менеджмент играх таких как айдолия игры менеджмент игры по разному все называют в общем это такой жанр игр где минимальное участие требуется от игрока где в основном там пару кнопок нажал и игра сама в себя играет вот такие вот игры менеджмент игры да они делали классную игру графе арт кипер если мне память не изменяет тоже очень прикольная пачкала 1 собственно и вот у них дошли руки до 2 пачкала 2 fast forward раньше насколько я помню это была небольшая команда разработчиков там человек их 5 наверно было в первом пачклабе но сейчас видите разрослись уже довольно много но тем не менее все равно это инди игра все равно она попадает выйдет шедевры игра очень классная сейчас мы ее заценим если кто не играл в первую часть и вы попали на этот ролик и вы смотрите вот эту вторую часть и решите в нее поиграть я все-таки рекомендую еще и в первую поиграть потому что истории первой и второй части прям сильно связаны тут конечно дадут введение но вот все-таки лучше хотя бы немного поиграть первую она немного более задротская там если вы начнете новую игру обязательно выбирайте легкий уровень сложности просто иначе вообще запаритесь а вот здесь уже можно смело начинать на нормальном здесь прямо очень хорошо все с балансом они исправили косяки первой части в которой было очень много гринда здесь это но здесь от гринд есть потому что это менеджмент игра но его гораздо меньше и он прям вот прям вот вообще в очень хороших соотношениях прям респект гейм-дизайнеру прям очень хорошо сделано в общем все давайте хватит вступлением заниматься начинаем нормальный уровень сложности погнали пушистик нет у нас нет другого выбора бац и застрелили это как бы предыстория первой части ты убил нашего отца пришло время расплаты я твой отец и пушистик дай мне другую лапку нет и упал ай-яй-яй какой странный сон мне приснился слава богу он кончился доброе утро сын как спалось а неважно опять кошмары подай пожалуйста мои любимые леденцы пиксель арт кстати зацените прямо и вообще ёшкин кот что-то не так сынок а что смотри что с ней это огромный слизень мам тебе не следует так разговаривать с матерью приятель нет смысле буквально смотри но это сейчас не самое главное что же тогда самое главное все это нереально мы с тобой никогда по настоящему не встречались ну пап я не понимаю пап думаешь я твой отец опа что-то сделал с моими родителями злобный мафуса что же ты мне сделаешь и что-то мне сделаешь набью морду да ну ой тебе не напугайте меня своими фокусами я побью всех кто угрожает моей семье типа прям всех удар меня в голову это приказ на суде драйда да похож товарищ что что за на ну тут не фиг на это должен быть но нет ты бьешь ну короче смотри как надо бац не готова да я помню это место я видел его во снах когда вся наша жизнь сводится к одному единственному выбору единственному бою но бой который предстоит тебе не выиграть кулаками или ногами и даже опа и даже огромной монтировкой сынок отец я боюсь я не справлюсь без тебя но ты должен не оставляй меня пожалуйста найди меня верхнем городе и и и и конец я понимаю что все это выглядит как какой-то наркоманский бред но ребята надо просто поиграть первую часть вот я я вас уверяю если вы поиграть в первую часть она нормального идет здесь очень много посмотри низких приколов таких много таких как это называется то смешение да вот этих жанров очень много отсылок ну как любят русские разработчики и все это становится гораздо более понятным и прикольным если вы играли в первую часть я не буду все это пояснять просто поиграть в первую часть и вы поймете сразу чё это за дом что это был за отец что это был залив что это за пушистик такой из которого все началось все там все будет понятно очень прикольная была история итак вот мы очнулись в нашем гараже гараж я смотрю со времен первой части знатно так преобразился у нас тут появилось такси из пятого элемента походу до можете заценить пиксель арт у них всегда пикселят в играх офигенный здесь куча вот всегда просто на каждой локации куча отсылок куча приколюх вот пожалуйста такси мы видим плакаты какие-то ник боксер это тоже какая-то отсылка это по-любому отсылка может быть к отцу его муж кроки я не знаю кому здесь наверно тоже какая-то отсылка везде 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 всюду будут отсылки внимательно смотрите я может быть даже не всех вижу новые точно выйти сама игра что себя представляет у нас есть мы такой товарищ с цифрой 2 видимо 2 до 1 был такой же вот у нас есть коврик и можем так вот качаться опа захотелось поесть пойдем к автомату привет и вам мистер спенсер не пора ли позавтракать неверный запрос раньше такого никогда не случалось попробую я еще неверный запрос еда отсутствует может заклинило давай спенсера вы мне нужны неверный запрос блин тут уже отсылка я не знаю что за мистер спенсер кто кто вы набежите что что за мистер спенсер по любому тоже отсылка ситуация требует вмешательства мама окей так заходим сюда здесь у нас мама есть первая часть никакой мамы не было засыпать и мама чего есть хочу как использую диспенсер я пытался ангардида отсутствует может стоит позвонить служу поддержки они бы сильно удивились узнав что мы вообще пользуемся их услуг ты хочешь сказать что все это время воровали еду конечно же нет сынок просто не платить но это и означает ворвать и вот от меня хочешь я старая больная женщина 525 отдала свою пожалуйста не начинаю или лучше пойду генри да 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 правильно я тоже пошел тут у нас еще интересного у нас очень интересный здесь костюм кстати в первой части был вот этот таинственный чел и она продолжает нет нет мы уходим боже мой этот вот опять же тех кто играл в первую часть это тот же самый город который был в первой части но только какое-то будущее прошло как будто бы не там не 30 лет а 100 груз киберпанк какой-то то есть где-то башни катаются светится все трубы ради одну что-то грязное выливают куча объектов и у нас пока что доступен наш дом старый причем и называется и дом генри погнали генри доброе утро генри генри отсылка к этому большой любовский видимо да смотрите кто пришел это же мой любимый сосед хочешь глянуть еще один олдскульный боевик вообще-то у меня проблемы чё такое диспенсер для еды перестал работать пробовал встреч по нему со всей дури он заблокирован оказалось все время все это время воровали еду это конечно плохо но ты ведь не знал да да ну что нам теперь есть ты ведь знаешь что еду покупают магазинах но это за пределами района мама никогда боже мой при всем уважении к ней тоже достаточно взрослый но она была бы не против если бы ты заодно купил гамбургер любимому соседу сосед продуманный держи на сдачу купи себе что-нибудь на завтрак окей магазин буквально за углом повзрослей парень прикольную дом конечно такой киноман до гигантским проектором все в кино пленках всяких тут гном стоит лучше прикольно это это большой любовский как это отсылка возможно к этому зак тарантино что ли или что ли может быть просто кто-нибудь из создателей этой команды разработчик в кино сильно любит забавный персонаж погнали у нас открылся магазин магазин на пу жили туда доброе утро боже мой это что такое что то не так голова в банке говорящая голова в банке ах мой друг то есть мы наблюдателен чем помочь так вышло видишь ли я собирался приобрести молодое атлетичное тело так что продал старые но прямо перед тем как смог позволить себе покупку бахнул кризис чертовы слизни удовольственный рынок обвалился так что теперь я выгляжу так как выгляжу блин печально жалко чувака скрепкой блин я помню вот эта скрепка это капец это это же знают если среди нас такие стартеры которые помнят вот эти скрепки я я-то я прям вспоминаю вот что-то такое было да то ли в ворде то ли в каких-то доисторических программах на компе были вот такие скрепки советчики и это вот это вот она причем она здесь какая-то очень странная наркоманская давно не виделись чтобы купить предметы просто нажми на зеленую кнопку я знаю что тебе это по силам значит как бы ты добыл эту игру тонкий троллинг если конечно ты не скачал из торренты вода туда что как известно незаконно да да-да-да так бургер для генри ну а ну это обучение напор продуктов взяли принеси генри его бургер круто будь добр приложи свой чип чтобы оплатить покупку какой такой чип кпп чип у меня нет такой штуки чушь какая у каждого в городе есть давай упа чё как оба о прикольный тип здравствуйте мистер боба младший снова пришли меня ограбить именно будь так любезен открой кассу ограбление не в мою смену я спасу вас мистер говорящая банка из подсолений чё чё я сказал да мы слышали да мы слышали может лучше возьмешь этот шоколадные батончики свалишь не за что ведь я погоди это с ликерс он весь вкусный тувер чувак мнение нет еще делаешь то прошу забираешь сейчас я граблю магазин наберу себе еще о как милостой стороны спасибо блин почти забыл готовься к бою заботливо нигодей занят я уже думал уйдет кажется намечается заварушка самое время рассказать тебе как драться ты можешь вставлять умение в слоты у каждой строки своя специализация давай используем атакующие умения так у нас есть пинок есть она пинок окей чем больше умение используешь тем больше перка в школы активирована так ну я поигрывал уже в эту игру я проходил более того я вам так сейчас короче проще расскажу вот вот это одна из самых интересных частей они значительно проработали по сравнению с первой частью сейчас стало реально интересно драться реально вот эта штука теперь на что-то влияет они как раньше то есть у нас есть слоты атакующие то есть наш герой будет их использовать если мы их поставим если не ставишь он не будет их использовать но у него будет больше энергии то есть он как бы зарегенит энергию но это не очень выгодно надо круче всегда ставить белочки разные дорогу ну тут не сильно большая разница может в принципе любые ставить ok есть защитные пока у нас их нет есть модификаторы у нас их тоже пока нет вот мы поставили вот вот сюда в приемы три штуки и у нас к школе открылась как бы то есть вот смотрите если бы я поставил одну открылась бы вот это оставил бы 2 открылось бы вот это я поставил 3 открылось вот это поставлю еще что-нибудь откроется вот это и пока что у нас самая базовая школа и она вот что нам дает. Умечает урон от нокдауна. Если вся наша энергия кончится, мы падаем в нокдаун. Камбэк после нокдауна восстанавливает больше энергии. То есть, если мы упали, встали, энергия восстановится больше. Круто. Восстанавливает немного энергии между раундами. Ну, это просто легенда. Вот. И сейчас, ну, наш фраг, у него плюс-минус все то же самое, но, видите, он гораздо более подкаченный. У меня сила 1, ловкость 1, выносливость 1. У него всего поболее. Соответственно, вот это все выливается в то, что у него больше хп, больше энергии, и он больше будет действовать. Вот это очки, как бы, действия, можно так сказать, за раунд. И мы будем 2 раза что-то делать, а он будет 3 раза что-то делать. Соответственно, он круче. Ну, и плюс по защитке у него, видите, он и блоки ставит, и уворачивается. Ну, погнали, короче. Как это будет? Бой идет. Вот, как я говорил, да, это же менеджер. Idle E игра. Бой идет сам с боем. Наша задача была только подготовиться к нему. Просто вот расставить навыки так, посмотреть, как бы, на противника, посмотреть на свои навыки, составить их так, чтобы мы, как бы, дрались. Ну, вот мы тут что-то прокачали. А, ну все, да? Так как это обучение, видимо, нам не дают до конца. Стой, преступная троги. Никто не смеет нарушать закон, когда я на посту. Но я... Но он не слово больше. Закон кулака. Вы оба отправляетесь в полицейский участок. Ух. Спасибо, что не сдал меня, чувак. Это было бы чертовски плохо для моего ГПП. Стучат по щам. Окей. Все равно хочу тебя отблагодарить. Приходи на ферму слизней, если нужна работа. Ништяк. Вот мы уже и работу скоро найдем. Блин, это этот... Это этот... Из призрака в доспехах, да, товарищ? Итак, скажи мне, сынок, что ты сделал с ГПП-чипом? У меня никогда его не было, сэр. Даже не представляю, что вообще значит ГПП. Как черт побери, это возможно. Видите ли, мама никогда не позволяла мне выходить из дома так, чтобы... Блин, чувак, лучше бы ты молчала. Позорище, твой отец бы этого... Да, вот именно. Вы знали моего отца? Мама чего о нем не рассказывала? Что-то случилось с отцом. Продвинулись в квесте. Он был бойцом. Великим бойцом. Все остальное засекречено. Мне нужно знать, сэр. Это очень важно. Чтобы получить допуск к этой информации, надо стать копом, сынок. У меня были другие планы на сегодня. Ну ладно, я готов. Не так быстро. Сначала тебе нужно набрать 2000 ГПП и выучить все законы. Круто, блин. Стать копом? Звучит круто. По поводу потазовки, которую ты устроил в магазине Апу, я не буду тебя штрафовать. Ура! Ну ты выйдешь из полицейского участка, пока мы не вставим тебе чип. А, ты не выйдешь, пока мы не вставим тебе чип. Чипирует, короче. Но откуда мне знать, что это не для того, чтобы меня контролировать? Не нравится этот парень. Это именно для этого, да? Да, да, да. ГПП означает гражданский показатель порядочности. Чем больше ГПП, тем ты лучше. Если наберешь больше 9000, и станешь официально порядочным человеком. Круто, что? А для таких открыт путь в верхний город, где сбывается мощный... Блин, вот этот мем с верхним городом... Ой, эти... Лазибер. Ой, не Лазибер, этот... Да, как вас там зовут? Короче, во всех играх от этих разработчиков есть этот хренов высший город, и никогда в него просто нельзя попасть. Вот сколько ни пытайся, и хрен ты в него попадешь. Например, искусство надирать задницей? В твоем случае, да, отличный план. А теперь давай сделаем тебя полноценным членом нашего славного общества. Поздравляем, вы чипированы. Тоже отсылка, да, наверное, какая-то? Драка не прошла для тебя бесследно, тебе стоит перекусить. Этот милый преступник дал мне шоколадку. Так, съешь ее. Помню, были времена, когда тоже мог делать это. О, нуга, о, карамель. Так, отлично, нам дают доступ к интерфейсу. Давай заглянем вот сюда. Здесь еда, из которой можно брать с собой. Вот у нас есть сникерс, можно его вот так вот скушать. Вкуснятина, только не пересердствуй. И обязательно заглядни в зал Сильвера, это лучшее место для тренировок. Зал Сильвера тоже помню, в первой части был Сильвер. Конечно, но сначала нас с мамой ждет серьезный разговор. Ой, на самом деле. Надо от мамы, конечно, отвыкать уже. Так, вот этот типок мне кого-то напоминает. По-моему, это этот персонаж. Был такой фильм с Сильвестром Сталлоне. Я не помню, как он назывался. Там что-то типа про будущее было. Его типа разморозили, и он в будущем там искал какого-то преступника, которого тоже разморозили. И вот это, по-моему, вот тот самый преступник, нет? На него кликнуть нельзя. Мало-то чего кликабельного, да? Ну окей. Нам говорят на карту выйти, но нам, смотрите, что открыли. Нам открыли интерфейсик, да? Вот есть мы, наши статы, эффекты, которые на нас действуют. Вы недавно сражались. Получаем ярость. Высокий уровень ярости. Ярость это вот, ну типа наше настроение, да? За ним нас летите, его надо поддерживать. Здоровье. По-моему, это что? Голод. Вот, а это у нас энергия, усталость, чтобы спать. Вот, у нас есть квестовые предметы. И у нас есть, собственно, вот что еще, да? Ну пока мало, короче, контента. Вот так вот, да? Хорошо. Погнали на карту. И пока что... А, ну вот старый дом, да? То есть у нас, смотрите, как с самого начала игры нам уже открыли два дома, магазин, зал Сильвера, полицейский участок и погнали домой. Когда мы ходим, вот время у нас идет. А где ты был? Я так волновалась. По тебе не видно. Почему ты соврала мне про отца? Не вздумывая разговаривать со мной таким тоном, молодой человек. Прошу, ответь на мой вопрос. Он пропал? Что ж, твой отец был бойцом. Великим бойцом. Может, даже слишком великим. Как только я забеременела, он намылился на какой-то главный турнир планеты. Я пыталась сказать ему, но он не слушал. Позже, Адри, мне надо сосредоточиться. Естественно, он выиграл, а после вжух пропал. Он сбежал, он погиб, понятия не имею. Если честно, для меня это одно и то же. Он не думал обо мне, о нас. Так чего мы должны беспокоиться о нем? О, наболевшее какое-то, да, по-моему, у разработчика было. В отличие от тебя, они что-то о нем знают и возьмут меня на работу. Но все, что они делают, это дерутся друг с другом и остальными жителями города. Как это там называется? Закон кулака? Ты всего лишь напрашиваешься на синяки и сотрясения. Разве у меня есть другой выбор? Я не могу провести всю жизнь в гараже? Если этот город живет по законам кулака, то я должен стать лучшим? Кулаком, кулачником, куличиком? В любом случае, я буду таким же, как мой отец и точка. Что, но, никаких но. А теперь прошу прощения, меня пригласили на собеседование. Так, глава 1. Очень много сюжета в начале, но это в начале только нас, как бы, знакомят со всем этим миром. И хотя бы поел? Эм, нет, все еще голоден. Тогда перекуси. Обучение пока идет, очень много, как бы, разговоров. В принципе, в игре много разговоров будет. Но потом, в какой-то момент, нам дадут, как бы, простор. Мы можем много-много чего делать. Но пока что, вот, много-много разговоров и прям обучение хардовое. Пробил на хавчик, как я тебя понимаю. Продукты из магазина нужно сначала приготовить. Время указано тут. Они полезнее и сытнее, чем фастфуд. Но мамочка уже говорила тебе об этом, не так ли? Да, да, да. Чтобы съесть что-нибудь, нажми кнопку. Теперь ты готов? Давай посмотрим, что для тебя приготовил новый дивный мир. Открой мультипаспорт. Мультипаспорт. Опять отсылка, да, к этому, пятому элементу. Проверь вкладку истории. Погнали. Здесь твое древо квестов. Ты можешь принести Генри бургер, который он просил. Или поговорить с Лилбоба о работе. Или посетить зал Сильвера. Выбор за тобой. Задай этому городу жару. Да, вот, собственно, вот оно. Свобода, да. Вот у нас пришли развилки. Можно принести бургер. Можно в зал зайти. То есть, все как бы вот понятно, наглядно. Тоже, кстати, получше стало, чем с предыдущей частью. Тут прям вообще прям хорошо стало все наглядно. Холодильники еще нет. Я, знаете, что сделаю? Тут вот можно спать. Сломано, да? Да, сломано. Все поломано. В общем, только коврик рабочий. Можно поджиматься немножко. Вот так вот качаться надо периодически. И вот сравнение, опять же, с первой частью. Во второй они очень хорошо сделали, что эта фигня не сбрасывается. То есть, ты просто качаешься и все. Вот сколько накачался, столько накачался. Потому что в первой части, когда ты качаешься, твои статы постоянно сбрасывались. И это просто такие тонны гринда были. Невозможно было. То есть, я так ее не прошел. Хотя она мне очень понравилась, но я не смог пройти из-за бесконечных тонн гринда. Так что, если вы, ребята, будете в первой части играть, отключайте гринд. Там, по-моему, была такая настройка с самого начала. И не парьтесь. А во второй уже можно играть на нормале, потому что здесь все хорошо. Так, давайте поспим чуть-чуть. И пойдем к Генри, да? Немножко еще погоняем. Отдадим ему бургер. Вот тут можно экономить время. Ехать быстро. То есть, смотрите, время 3. Это, по сути, мгновенное перемещение. Можно пешочком идти. Мы потратим время, но зато как бы не потратим деньги. Деньги по началу игры очень ценный ресурс. Поэтому топаем пешочком. Привет, Генри. Вот твой бургер. Прости, что так долго. Спасибо, как все прошло. Меня вроде бы арестовали. Ага, ты в порядке? На самом деле, они предложили мне работу. Шанс узнать, что случилось с моим отцом. Я же тебе говорил, дружище. Кстати, по поводу денег. Мне не нужна сдача. Лучше раздай ее твоим обидчикам. Ясно. Понял, как каламбур. Типа, сдача в магазине и сдача дать. Ну, понятно, понятно. Ты смотришь слишком много боевиков, Генри. Кстати, не хочешь присоединиться? Как старые добрые. Что за фильм? Как всегда, олскульный боевик из прошлых 80-х. Еще спрашиваешь. Конечно. Бахом. Прикольно, кстати. Спустя 90 захватывающих минут. Вау, это было восхитительно. Ага, старые добрые боевики. Я на них вырос. Я пришел сюда жевачку и надирать задницы. Жвачка у меня уже закончилась. И этот бодибилл начинает надирать задницы. И начало было тоже крутое. Переступишь через штангу, это будет твой последний шаг. Никогда не переставайте через штангу. Ну, это забавно. Это был чрезвычайно крутой фильм. Мы получили 50 олдскул респектов. Давай посмотрим, что с ними можно сделать. Давай посмотрим. Вот такое у нас древо технологий есть. А, вот сюда заходим. Это перки от фильмов, которые можно разблокировать за ОСР. Ну, очки олдскул респектов, получается, да? Перки делают тебя круче в разных повседневных делишках. Выбери самый крутой перк. Что у нас тут есть? Вот ревенж, да? Какой-то фильмец мы посмотрели со штангой. Карман для штанги. Откуда он только что достал свою штангу? Позволяет носить больше предметов. Откуда он только что достал свою штангу? Спринт со штангой, господи. Ну, это как бы интересный юмор. Бег со штангой – это странно. Зато увеличивает скорость передвижения по городу. Кстати, полезно по началу игры, чтобы время экономить. Основы основ. Даже чтобы правильно отжиматься, нужно знать основы. Повышает эффективность отжиманий. Тоже неплохо. Особенно учитывая, что у нас ничего нет, кроме отжиманий, поначалу. Трудяга. Немного мотивации от крутого штангиста. Работай усердно и не отвлекайся. На этом все. Повышает эффективность работы. Слушайте, я трудягу возьму. Вначале все время тягостно с деньгами работать надо. Берем трудягу. И у нас еще двадцатка осталась, на самом деле. Так. Помню, у Лапы были какие-то старые кассеты. Надеюсь, они больше не нужны. Спросишь у него? Не вопрос. Обязательно спросим. И я хочу еще 20 очков потратить. Вот. Как раз спринт. Быстрее по городу бегать и работать. Найс. Это вот древо, ну, базовых каких-то навыков, да? Тут вороты, блоки всякие. Тут написано, что надо. Тридцать-тридцать. Так, я не понял. А, это... Я вспомнил, да. Это, короче, какой-то основной стат. Просто нужен он. Ну, и потом вот оно открывается, открывается. Куча всего интересного. Потом здесь вот эти штуки откроются. Тут все по классике, короче. Очень много навыков. Всяких разных, разной степени полезности. Интересно, когда Геннери последний раз выходил из дома? Ну, давненько, видимо. Хорошо. Ну, собственно, вот он, открытый мир. Вот мы выполнили квестик, получили фильм. Продвинулись дальше, да? Теперь у нас добыть кассеты у АПа можно. Можно в зал сходить. Давайте в зал сходим. Ага. Зал закрыт. Так. Ферма. Мне вообще еда нужна, у меня денег нет. Я могу еду купить? Давайте в магазин сгоняем. Мистер Аквариум. О, юный боец, как прошло. Это было познавательно. Теперь у меня есть ГПП. Ну, и правда круто. Хочешь что-нибудь купить? Я тут подумал, ведь я, получается, защищал твой магазин. Слуга за слугу? Почему бы и нет? Как насчет скидки? В черную пятницу со мной играть вздумался, сынок. Никаких скидок. Слушайте, это еврей, да, походу, кто-то? Но я знаю парня, который знает другого парня. Может, у них есть для тебя работа? Это пиццерия? Всегда хотел развозить пиццу на мою пиццерию. Это в первой части была пиццерия? Нет, мой друг, пиццы больше нет. Чертовы слизни. Зато можно готовить лапшу. Иди на улицу возле клуба и скажи, что ты Атапу. Хочешь купить что-нибудь? Так, можно кассеты спросить? Сразу спросим. А, у тебя есть старые кассеты? Какие такие кассеты? Черные пластиковые коробки. Раньше с их помощью смотрели фильмы. Что-то, припоминаю, валяются среди остального абсолютно ненужного мусора. Может, если они тебе не нужны? Что? Отдашь их мне? Конечно, с тебя 100 долларов. Ух ты, еврейская душа. Чего? Ты только что сказал, у них абсолютно ненужный мусор. Так и было. До того, как ты ими заинтересовался. Теперь это продукт. Не, ну это хорошо. Ладно, они не нужны мне. Я собираюсь выкинуть их в мусорку. Ты кого обдурить вздумал? Цена одной кассеты 100 долларов и не цента меньше. Собака такая. Сильно-сильно. Так, я хочу купить. У меня 35. Тут есть всякая дрянь. Я могу, в принципе, два сэндвича купить. По двадцатке, да? Это будет. Но по цене, на самом деле, выгоднее всего набор продуктов брать. Возьмем его и не будем париться, да? Тут вот интересно, что такое это. Уходит от меня, товарищ. Вот этот тип интересный, да? Узнаете? Сериал Клиника. Был такой персонаж. С ним нельзя поговорить, правда. Ну, просто колоритненько, конечно, что он тут стоит. Кола. Не знаю, но, видимо, на этом все, да? Кипи Чикс, по-моему, тоже какая-то отсылка. Вот это явно отсылка, да, к сериалу Клиника. Это, наверное, тоже к чему-то. Может быть, даже и вот этот чел тоже отсылка, не знаю. Ну, прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Так, мы еду купили. В принципе, надо поесть, наверное, поспать и в зал пойти утрецом, да? Я, наверное, так хочу сделать. Погнали. Наша мама, Адриана, мамочка. Неизвестно, что лучше, когда она спит или когда проснулась. Когда вы с Геннери смотрите слишком много фильмов. Ну, бывает, бывает. Поедим. Это еда, по-моему, да? Да, да, это еда. Видите? Немножко здоровье дает. Много, много еды. Бац. Хорошо. Ну, и, конечно, покачаться, да? Хотя нет. Тут есть вот эта механика типа счастья. То есть, ему надоело отжиматься. Ну, всем надоело заниматься одним и тем же. Поэтому не так эффективно. Ну, ладно. Даже если неэффективно, хрен с ним. Чуть-чуть поджимаемся. Вот этот значок просто, он показывает, что насколько эффективны трения. Если много делаешь одного и то же, уже как бы вообще неэффективно получается. Поэтому надо комбинировать нагрузки. Но нагрузок у меня только одна. Особо не могу комбинировать. Погнали в зал, короче. Или на работу. Давайте на работу вообще сгоняем. Пешочком. Так. Привет. Ты еще кто такой? Отец. Это парень, про которого я тебе говорил. Что? Привел своего любовника? Что? Я не... Я прошутил. Расслабься. Если ищешь работу, можешь выбивать для нас слизь. А теперь прошу меня простить девочки. Есть дела поважнее. И укатил. Забавный тип, кстати. Как Харконин летает, да? Может, это отсылка к Харконину? Как его зовут? Барон Харконин, да? Так. Звучит так, будто тебе это не особо нравится. Звучит так, будто мне никогда не спрашивали, нравится мне или нет. Ну, я думаю, что я тебя спрашиваю, а буду нет. Иду-ка я работать вообще. Так, вот так можно работать. Интересная, конечно, фабрика слизней. Один у них убежал явно. Слизней, Барон Харконин. Какие-то отсылки к Дюне, что ли? Непонятно. Давайте поработаем. Вот так выглядит работа. То есть, вот он, собственно, Сама, собственно, основа ИДЛЕ игр, да? Что мы распределяем, менеджерим свое время, менеджерим свои ресурсы и как-то пытаемся во всем этом разбогатеть, так сказать, да? Начинаем работать. Тратим ресурсики, тратим настроение. Вот так вот незатейливо наш персонаж работает. Идем на повышение, при этом деньги фармим. Бац, бац. И уже вечер наступил. Отлично. Все, хватит мутузить этих малышек. Время отдохнуть. Чуть-чуть мы подфармили 68, видите? Так, молодец. Так и должно быть, зато я устал. К тому же у меня большие планы эту ночь. Так что прошу, вали отсюда и возвращайся утром. Да, работать можно не всегда. Не всегда, только определенное время. Мы поработали, да, получается? Введение в слезни бизнес. Прекрасно. Так, какая-то открыть, я забыл. А, вот так. Я бы купил еды, опять же. Пока деньги есть, потому что, видите, я голодный. Мне нужна еда. Купить. Покупаем самые выгодные продукты. Можно еще что-нибудь купить. Офи – это чистый энергетик. Можно вот это еще взять. Погнали домой. Поедим. Так, раз, два. Отлично, хорошо прям поели. Надо покачаться, естественно, опять же. Я бы до двоечки добить вот это. Блин. Не надо качаться, надо лечь. И вот сейчас покачаться. Хотя нет, все равно. Подустал, короче. Парень не нравится ему. Отжиматься явно. Когда там зал-то открывается? 8-0-0. Надо как-то время потянуть. Так, я думаю, достаточно. Вот уже почти 8. И в зал мы еще сгоняем. Напоследок. Вот такой вот зал. Вот наш батя, кстати. Сэр, мне сказали, что я могу перевести себя в форму. Именно, приятель. Оклянись. По уши в будущем. Какое выражение интересное. В зале Сильвера из тебя сделают молодого Шварца одним нажатием кнопки. Набор массы. Звучит как читерство. Да ладно-те. Супер-пупер. Дупер технологии. Вот что сделало наш город великий. Зал Сильвера на уровень выше того барахла, что русская мафия продает на свалке. Видел их деревянные тренажеры и ржавые боевых роботов. Посмешище. Звучит интересно. Надо будет заглянуть на свалку. Сам прорекламировал нас. Прорекламировал их нам. У нас же ты станешь машиной для убийств, даже не вспотев. А потом сможешь испытать силы в непревзойденной Лиге Сильвера. Расскажи о Лиге. Любители изо всего города сражаются за деньги и ГПП. Чумовая тема. И пусть слово любители не вводит тебя в заблуждение. Эти парни могут надрать зад кому угодно. Если точнее парни и одна девушка там даже есть. О да. Как пройти в зал? Раз что ты спросил, дверь вон там. Не стесняйся, наш робот-администратор все покажет. Итак, новичок готов проверить себя в Лиге. Драться и побеждать это буквально все, о чем я мечтал. Хватит трепаться, я в деле. Вот это я понимаю, сынок. Давай внесем тебя в списки. Так, так, так. Тоже записываться. Ух ты, этот парень хочет со мной подружиться. Почему бы и нет? По-моему это круто. Тогда надеюсь, что ты сдохнешь под заблуждение. Холокоп, кстати, смотрите, интересно. Это было не очень вежливо с той стороны. У меня есть дела поважнее, чем тусоваться с лозерами. И запомни, попадался в лорду Хью на ринге. Тебя ждет судьба Марсела Лолеса, если понимаешь, о чем я. Марсел Лолес, откуда это? Не знаю. Кто это был? Хьюи. Раньше он был на побегушках у Боба, местного бандита. А теперь у него достаточно ГПП, чтобы называть себя лорд. Я думаю, вот эта кличка для собак. В любом случае. Мой клак с нетерпением ждет встречи с носом его величества. Тебе нужно гораздо больше ГПП. Преподать Хьюи урок. Хорошо. Можешь начать путь прямо сейчас. Сегодня как раз день боя. Есть одно свободное место. Будто специально для тебя. Ну, надо же. Так, вот у нас есть такая лига. Вот у нас крепко говорит, что вот, короче, лига. Мы, естественно, на последнем месте. Тут очень интересные бойцы. Тущий Дженкинс, пожалуйста. Вот есть интересный чувачок. Безумный чед. Один из злых мужчин и женщин, готовых надрать твой зад, набить морду, намять бока и так далее. И тому подобное. Давай посмотрим, что сегодня будет твоим противником. Джей Ди какой-то есть. Вот бой, на который может записаться. Небой соперник выглядит серьезным. Изучи его. Нажимаем на него. Смотрим, что у него 1-1-1. Вот его боевые настройки. Ну, в общем, это мальчик для битья какой-то, да? Какой-то он лох. Да, хорошо. Ладно, давай запишемся на бой. Обычно записываться нужно заранее, на сегодня исключение. Ну, еще бы. Записываемся, короче. Покажи, чего ты стоишь. Так, ну... Да, тут, ну, объясняют, в общем, когда надо драться, когда не надо. Помни, пропустишь время боя, тебе засчитают позорное поражение. Теперь отправляйся на бой, погнали. Так, ну, вот специальный такой чувачок для обучения, да? Он во всем хуже нас. Ну, как во всем. По сути, у него вот здесь забрали обилку одну, и все. Только лишь поэтому мы должны его победить. В принципе, погнали, что ли? То есть, он иногда просто будет действие скипать. Я так понимаю. В этом, как бы, наше преимущество. Бац-бац-бац. Готовченко. Вот здесь мы прокачали ноги уже, я бы стал руки качать. Вот эта тема, кстати, немножко не доработана у них. Я знаю, зачем навыки эти качаются, но, по-моему, можно было что-то как-то более... Более интересно придумать. Ну, это уж такое. Если сами будете играть, то поймете, о чем я. Так, второй раунд пошел. Мы вроде побеждаем. Да, видите, он скипает часто, из-за того, что ему не все поставили. Ну, и накал там, собственно, мы его сделали, да? Вот у нас тут что? Ну, ГПП поднялся наш. Снизились энергии АХП, но повысилось настроение за победу, да? И мы получили вот такой эффект, что вы недавно сражались. Круто. Вот есть статистика, тут можно посмотреть, оценить, опять же, эффективность твоего билда против вражеского. Потом даже можно этим пользоваться будет. Закрываем. Молодец, неплохо. Это что, шутка? Даже моя бабушка дерется лучше. Пойду лучше потренируюсь со старой каргой. Понятно. Возьми батончик, приятель. Поможет восстановить немного энергии и здоровья. Если что, робот-администратор в зале есть еще. Ах да, и не забудь про деньги. Мы ведь живем в мире победившего капитализма. Кстати, ты уже должен мне доллар. За что? Расслабься, это шутка. На самом деле не шутка. Да ладно, ладно, шутка. Видел бы ты свое лицо. Да, нормально. Неплохой бой вышел, ты заработал ГПП. Теперь ты знаешь, как быть порядочным. И на ГПП можно покупать всякое-всякое, да? Заходим в прокачку. У тебя еще нет никаких защитных умений. Самое время это исправить. Вот у нас есть у вороты блок. Берем, да, наверное, и то, и то. И вот мы вкачнулись, да? Дальше как бы мы прокачиваем, ну то есть копим ГПП, прокачиваем навыки. Дальше качаемся и, собственно, вот такой идет процесс по игре, да? Вот теперь мы можем поставить себе и блок, и у ворот, или только блок. Там уже на наше усмотрение. Всякое разное можно качаться. Ну и, собственно, вот она лига. И вот мы идем. Тут постоянно места меняются. Мы в итоге должны всех замочить. Все они там... Ну, поначалу, конечно, все похожие на нас. Вот какой-то Сонгмо. Безумный Майк, например. Вот этот интересный типок. Уже какой-то уникальный. Секретный боевой стиль, только для VIP-персон. Ну и всякие там, короче, приколы идут. Безумный Чет, например, вот интересный товарищ. Платон. Безумный. Т800. Как-то вообще затесался. Эзоп. Вот. Ну и это, собственно, только первая лига. Там... Ну, в первой части было три лиги. Во второй вот я уже подзабыл сколько. Ну, короче, тут много будет боев. Много всего будет открываться на карте. Много всяких видов работ, квестов. Много юмора. То есть, ну, юмор такой. Местами как бы... Сомнительный. Местами прям вообще офигенно заходящий. Особенно там ближе к концу. Там вообще начинается шуточек. Немеренно просто. И в этой игре можно прям взять и утонуть. Я, когда я проходил, она реально такой... Она же, как видите, она сильно не занимает вашего времени. Очень короткие фразочки. Легкие, смешные. Постоянно что-то качаешь, что-то делаешь. Тебе не нужно что-то прям сильно кликать, сильно как-то напрягаться. Играть можно и на телефоне. Я уверен, она есть на телефоне. Эта игра. И вот сидишь, как бы время проводишь так, не торопясь, развлекаясь. И прям, не знаю, часов на 20, на 30. Может быть, даже на 40. Если вы не очень расторопные, она прям вас займет. И вы получите много удовольствия. Особенно, если вы не в первую часть поиграли. Я, на самом деле, рекомендую поиграть в первую часть, хотя бы чуть-чуть. Можно ее не проходить всю, но хотя бы чуть-чуть поиграть, там, пооткрывать, посмотреть, что как вообще. Вы просто после первой части, когда зайдете во вторую, вы будете ловить вот эти флешбеки с первой части. Они очень много здесь обыгрывают того, что было в первой части. И вы поймете кучу юмора, который здесь есть, если вы поиграли в первую часть. Это вот прям тема, конечно. Ну, вот такая игра. Я думаю, хватит для такого обзорного ролика. Вот, кстати, у нас мама спит. Это значит, мы не сможем поесть, да, по-моему? Ну, да, да, да. Ты что тут устроил? Пытаюсь поесть. А знаешь, что я пытаюсь сделать? Поспать? Да, сообразитель мой, я пытаюсь поспать. Так что вали. Понятно, понятно. Ну, вот пошел, да, квестик какой-то на манер, что, типа, надо сейчас сходить купить какие-то таблетки там для нее и прочее, прочее, прочее. Вот в этом как бы вся игра. Разговоры, ходьба, работа, кач, юморок, фильмы всякие смотреть. Вот, кстати, я могу показать. Смотрите, вот мы посмотрели один фильм, да, плюс не все вкачали, а фильмов-то там еще ого-гошенькие. Ого-го, просто можно посмотреть. И некоторые из них вот прям вообще, я помню, где-то, где-то вот какой-то вот из этих или из этих фильмов, там посмотришь, и если ты понимаешь, что это за фильм, что они взяли за рев, то какие они описания делают, то какие картинки делают, прям вообще можно, прям очень смешно становится. Вот, если в юмор как-то войти в ихний, офигенно, короче. Ладно, игра классная, кто не играл, обязательно поиграйте. Рекомендую. Все, на этом обзорчик заканчивается, я думаю, дальше нет смысла. Стримить я ее не буду, потому что, ну, это сюжетная игра, в нее лучше играть самому. Ну, или можно найти, не знаю, там, ютюберов каких-нибудь покруче, повеселее, чем я, если вы хотите просто в режиме ютюба посмотреть. Ну, лучше самому поиграть, на самом деле. Я за это. Вот. Все, ребята, всем спасибо за просмотр. Очередной инди-шедевр. Игра точно шедевр. Прям тянет на это. Я бы дал Оскар, если был какой-то игровой Оскар за эту игру. Графика, юмор, нарратив, то, что они сделали с геймдизайном по сравнению с первой частью, интерфейсы. Очень классно все сделано, я прям холю, мне нравится. Я бы хотел делать такие игры, прям вот круто. Ну, и на этом все. Всем спасибо, всем пока. Пока.